Проверить техническое состояние газового оборудования, убедиться в отсутствии утечек и в исправности системы вентиляции. Таковы основные задачи ежегодных рейдов, проводимых газовой службой в многоквартирных и частных домах Ленинского городского округа. Такие проверки сотрудниками специализированной организации проводятся один раз в год. Для этого у собственника жилого помещения, где расположено газовое оборудование, обязательно должен быть заключен договор на техническое обслуживание. И также собственник должен обеспечивать доступ в квартиру для проверки этого оборудования. Такие рейды проходят в муниципалитете на протяжении всего года согласно графику, размещенному на сайтах профильных организаций и управляющей компании. Сотрудники газовой службы в обязательном порядке проводят краткий инструктаж с владельцами квартир по безопасному использованию оборудования. При окончании пользования кран перекрываете, если надолго уезжаете, перекрываете кран. Ежегодные проверки газового оборудования – это прежде всего безопасность всех жильцов дома, поэтому предоставить доступ в свою квартиру необходимо всем владельцам квадратных метров. О дате визита жильцов всегда уведомляют заранее. На подъезде вывешивают объявления с примерным временем обходов. Если специализированная организация при проведении технического обслуживания будет выявлено нарушение, то специализированная организация вправе ограничить, перекрыть газ, поставку газа в квартиру до устранения этого нарушения. Если собственник категорически не пускает, то также специализированная организация вправе приостановить поставку газа в квартиру. Чтобы обезопасить себя и остальных жильцов дома от утечек газа, специалисты советуют устанавливать специальные приборы. В муниципальных квартирах сигнализаторы загазованности оборудуются за счет бюджетных средств, частных – за счет собственника. Можно выбрать один из двух видов. Первый – это в помещении, где используется газовое оборудование, устанавливается сигнализатор, который при концентрации газа равный или превышающий значение порог. На датчике включается индикатор, затем последует звуковой сигнал. Во втором варианте устанавливается специальный клапан. И помните, проверкой и установкой газового оборудования и сигнализаторов могут заниматься только сотрудники Уполномоченной организации форменной одежды и имеющие при себе удостоверение.